75-летие Великой Победы, день выборов и COVID-19 в целом. Какие документы в Павловске вели по профилактике коронавируса? Это большие итоги и самые яркие информационные акценты недели от тех, кто ведет все своими глазами. Я Мария Берестович, мы начинаем. Праздник со слезами на глазах. В Павловске почтили память погибших в Великой Отечественной. Никто не забыт, ничто не забыто. Как город отметил День Победы? Знак отличия. Ветеранам вручили юбилейные медали и поздравились 9 мая. Максим Кембель увидел, как это было. Военный парад, день выборов и АЭС в Ишиванке. На Белорусскую станцию в Островце завезли ядерное топливо. Когда запустят реактор? Отменили из-за коронавируса. Бракосочетания в стране переносят из-за пандемии COVID-19. Когда идти под венец, озадачилась Мария Вушкевич? Инстаграм запрещает море, Китай небоскребы, а Израиль открывает стену плача, когда мир победит COVID. Этот день мы приближали как могли. 9 мая в Бобруйске почтили память воинов, погибших в Великой Отечественной. Торжественная церемония прошла на Площади Победы. Цветы к подножию обелиска возложили председатель госполкома Александр Студнев и другие представители власти. У танка генерала Бахарова почетные гости, служащие Бобруйского гарнизона, представители организаций и общественных объединений, жители города, люди почтили павших. Огромное спасибо им за это мирное небо, за мирное небо, над которым мы сегодня живем. И я уверен, что каждый человек, который понимает слово победа, он в сердцах знает, что это такое, как это далось. Потому что каждая семья практически знает, что их деды и прадеды участвовали в этой великой победе. Бобруйск-360 впервые показал церемонию в VR-формате. К стриму на YouTube-канале подключились сотни пользователей. Панорамная камера создала эффект присутствия. С помощью курсора можно было перемещать картинку и в деталях рассмотреть каждый кадр. Сегодня пришли по зову сердца сюда. Наш отец воевал и дошел до Берлина. И мы пришли, как каждый год сюда приходим, встретиться с ветеранами. Мы не могли сюда не прийти и не возложить цветы и не отдать дань памяти тому времени, которое было. Ничего святого. Сторонники видеоблогера Сергея Тихановского в День Победы попытались устроить диверсию. Потестовали против проведения парада в честь 9 мая в столице. В планах участников массовый проезд авто по Минской с минимальной скоростью на включенной аварийке плюс звуковой сигнал. Акция провалилась. Димаш пресекли правоохранители. Ветераны обескуражены выходкой. Свидетели войны усмотрели в пикете попытку обесценить подвиг советского народа. День Победы – это важнейший праздник. Важнейший. Важно, потому что я, во-первых, этот парад, посвященный 75-й годовщине, победа над Германией, над фашистской Германией. А я-то воевал. Очень важно. Парад должен состояться. Вы знаете, что вот этот коронавирус сделали хуже войны. Играет на всех каких-то противоречиях, ищет какие-то недостатки. Вы знаете, я так по-русски скажу вам. Швинья всегда грязь найдет. Поэтому есть такие люди, на которые надо обращать внимание, но надо им давать опору. Это не надо путать патриотические мероприятия с какой-то там негативным явлением. Парад плохой. Парады всегда хорошо. Значит, они для того и создаются, чтобы поднять морально-патриотический дух государства. Для горожан, равно как для белорусов, День Победы не просто красная дата календаря. Подвиг дедов и прадедов не под силу стереть ни информационным вбросом, ни антипарадом. Истинный патриотизм – это дань памяти тем, кто шел на смерть для того, чтобы мы смогли жить под мирным небом. Никто не забыт и ничто не забыто. Накануне автолюбители и мотоциклисты проехались по дорогам боевой славы Бобруйского района. А заезд посвятили 75-летию Великой Победы. Сперва колонна проследовала по центральным улицам. Далее маршрут пролег через деревни Щатково, Сычково, Черница, Бояры и агрогородок Ленина. Участники акции останавливались у каждого памятника, возлагали венки и живые цветы. Директор историко-краеведческого музея Михаил Семашко рассказал о героизме и стойкости защитников погибших в годы войны. Парад во дворе, бесплатный ремонт, помощь по хозяйству. Всю неделю ветеранов буквально купали во внимании. Максим Кембель тоже присоединился к марафону поздравлений. Ветеран Великой Отечественной Анастасия Дударь не нарадуется обновке. Изгородь на участке заиграла новыми красками. Активисты придали забору ярко-синий оттенок. Четыре кисочки и пару часов работы. Результат налицо. Они никогда не будут забыты. Мы всегда будем помнить их. Хоть это небольшая работа, которую мы можем для них сделать, но это хоть какой-то вклад в их жизнь и в их благополучие. На первом переезду волонтеры трудятся в огороде. Студенты лесотехнического колледжа помогают Александре Рынейской. Вскапываем в землю, готовим к посадке. Вскоре здесь вырастет картофель. Я очень рада, очень довольна, что помогают просторелым людям. На дворе трава, на траве дрова. Активисты БРСМ помогли пенсионерке сложить поленья. Одно к одному. Запаса хватит минимум на три месяца. В акции «Мы помогаем каждым людям» я уже не первый раз. Сейчас понимаешь, что ты делаешь небольшую на радость пенсионерам. Если ветеран не идет на парад, то парад идет к ветерану. Сейчас идут последние приготовления. Жители этих домов ничего не подозревают. Солдаты, прапорщики, офицеры чеканят шаг. Ритм задает оркестр военной комендатуры. Семен Серебреньков наблюдает за происходящим. На мундире с десяток наград. Орден Красной Звезды. Медаль за отвагу. Зинаиду Бестужеву навестили депутаты Палаты представителей. Подарили юбилейную медаль, открытку и цветы. Возвращаем вам юбилейную медаль 75 год Пирамоги Великой Отечественной войне. Пожалуйста, медаль удостоверения. Желаю прежде всего крепкого здоровья. Держитесь, крепитесь. Спасибо. Живите долго, счастливо. Во время войны женщина работала на Архангельском заводе. На предприятии штамповали детали для танков, зенитных комплексов. Победу 45-го труженица тыла встретила за станком. Гордость и радость, чтобы меня не забыли ничего. Михаил Волчек при параде. Ветеран Великой Отечественной ждет гостей. Фронтовые фото воспоминания о боевых товарищах. Подростком готовил бутылки с зажигательной смесью. Сражался в тылу врага. Собирал сводки. 9 мая 45-го встретил в Бобруйске. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником. Прибавшим вас праздником. Крепкого здоровья. Был вам получше. Спасибо. Юбилейная медаль к 75-летию Победы появилась и на кителе Ивана Бычкова. Когда немцы оккупировали Могилев, ему было 13. Всего за месяц получил специальность разведчика и попал в состав стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта. Позже крабрый солдат участвовал в шторме Кёнисберга. Такого высокого жизненного уровня наш народ не видел, как сейчас. В доме Бориса Мозулевского тоже праздник. Красные гвоздики, подарки, памятный калаш. Вот фотографии, которые вы где воевали и вплоть до теперешнего времени. 8 февраля 45-го в бою за Фраунбург. Сержант Мозулевский ворвался в тыл противника. Рукопашная схватка стоила жизни двух гитлеровцев. За проявленные в бою доблесть и мужество получил медаль за отвагу. О нас люди знают, о нас люди помнят. И руководство нашего Бавруйского, нашего прекрасного города. Еще один презент преподнесли Илье Могильченко. Во время встречи с руководством города дочка посетовала. Ухаживать за парализованным ветераном сложно. Нужна кровать с подъемником. Вопрос решили в течение нескольких часов. Это не то, что важно. Это наш долг. Долг перед нашим уважаемым ветераном. Долг перед самим собой. Лучше добрые дела делать сразу. Я не ожидал, что так быстро все реагирует. Очень хорошо. Спасибо. Свидетелей войны в Бавруйске сегодня лишь 105. Никто не забыт. Ничто не забыто. Максим Кембель, Андрей Богдан, Максим Галеонко, Владимир Гребеневич, Мария Береснеевич, Анастасия Пахлёстова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Военный парад стал самым ярким аккордом минувшего Дня Победы. Говорит и показывает город Герой Минск. Белтель радиокомпания транслировала церемонию в прямом эфире. По проспекту Маширово прошагали свыше трех тысяч военнослужащих. Проехало по две сотни единиц техники. Зрителям показали новые модернизированные образцы. Пролетели несколько десятков самолетов, раскрасив небо в цвета белорусского флага. Вечером на Площади Победы дремел концерт под занавес традиционный фейерверк. Правовая консультация, вторая жизнь и день выборов, как и когда проведут голосование. Чем еще страна жила на неделе, спросим у моего коллеги Владислава Боева. У него самый подробный обзор громких заголовков. Накануне в столице также подошла к финалу акция «Во славу общей победы». Марафон стартовал год назад. Землю с мест сражений Великой Отечественной собирали по всей стране. Капсулы доставили в Минск по воздуху. Вертолет приземлился на площадке храма памятника в честь всех святых. В сопровождении роты почетного караула сосуды доставили ко входу. Президент Беларуси Александр Лукашенко поместил капсулы в крипту. После все желающие зажгли свечи в память о павших воинах и невинных жертвах фашизма. Выборы президента пройдут 9 августа. По словам Лидии Ермошиной, дату предложил Центр избирком. Депутаты проголосовали за. Подписи за кандидатов соберут с 21 мая по 19 июня. Голосование проведут с оглядкой на пандемию коронавируса. Наблюдатели и все члены комиссии наденут маски и перчатки. На участках расставят антисептики. Будут регулярно проводить санобработку. Более 2,5 тысяч осужденных освободили по закону об амнистии. Событие приурочено к 75-летию Великой Победы. Выпустили некоторых несовершеннолетних, одиноких мужчин и женщин, у которых есть дети. Пенсионеров, инвалидов и людей с заболеваниями. 4,5 тысячам заключенных на год сократили срок. Власти обновили правила самоизоляции. Теперь необходимо рассказывать, где и как подхватил коронавирус, с кем контактировал. Домашний карантин могут не только продлить, но и сократить. Дети до 10 лет должны оставаться дома, если попали в список контактов первого или второго уровня. Родителей при этом отпустят на больничный. На БелАЭС завезли ядерное топливо. В первый энергоблок загрузят больше 160 урановых стержней. Каждый весит 700 килограммов. Партию сготовил новосибирский завод химконцентратов. Предварительно станция заработает в середине июня. Запуск первого и второго энергоблока позволит Синекой серьезно сократить закупку газа и уменьшить парниковые выбросы в атмосферу. Нотариусы проведут бесплатные консультации. Акция стартовала 8 мая и продолжится до конца месяца. Двери контор и бюро по всей стране открыты для каждого. Важно обратить внимание на график работы. Специалисты также готовы ответить на волнующие вопросы по телефону и через мессенджеры. Беларусьбанк перестал выдавать кредиты на покупку жилья. Займы на строительство и реконструкцию все еще доступны. Ранее аналогичным путем пошли во Францабанки. БП «Эсбербанк» отказался от партнерских программ с застройщиками. Другие участники рынка подняли ставки в среднем на 2%. Стена плача на земле обетованной, Инстаграм без моря и День памяти в Старом Свете. Крупнейшие церемонии прошли в столице Франции. Моя коллега Кристина Арианс держит руку на пульсе громких новостей из-за рубежа. Мунель Макрон возложил венок к могиле неизвестного солдата в Париже. День памяти страны Западной Европы отметили 8 мая. Акт о капитуляции Германии был подписан в столице страны-агрессора Берлине в 22.43, 8 числа 1945 года. Из-за разницы во временем в нашей стране День Победы отмечается 9 мая. Все подробности в конце больших итогов. Спасибо, мои коллеги Кристина Арианс и Владислав Боев с обзором громких новостей недели. Мы продолжаем. Депутаты Палаты представителей передали Бобруйской центральной больнице маски и антисептики. Ирина Рынейская, Владимир Гацко и Вера Широкая вручили главврачу сертификат. Помощь медикам в разгар пандемии – добрая традиция. Врачей поддерживают неравнодушные горожане, представители бизнеса, предприятия, организации. Наши медицинские работники делают все, что необходимо для того, чтобы в городе была стабильная, спокойная ситуация. Тем временем в городе на Березине регистрируют пациентов, которые с помощью докторов побороли COVID-19. Так ли страшен черт, как его молюют? Максим Кембель узнал, как люди справились со смертельной инфекцией. Знал бы, что так получится, вернулся бы домой раньше. Во время пандемии 26-летний Михаил Крупнев был в Подмосковье. Вспоминает, почувствовал недомогание еще в России. Я приехал сюда, собрался и сразу пошел в первую поликлинику. Меня там зашел, получается, в регистратуру. Меня отправили в другой кабинет, в отдельном кабинете. Ну, замеряют температуру и проверяют. Вот я туда зашел, температуру померял. Была температура 37,6. Бригада скорой и дорога в инфекционную больницу. 7 апреля мужчину поместили в отдельный бокс. Первый тест отрицательный. Второй показал положительный результат. Первые, наверное, три дня у меня была температура и кашель. Мне давали там таблетки какие-то жаропонижающие. И все. И потом у меня ни температуры, ни кашля, ни насморка, ничего не было. Проходило все в легкой форме и все хорошо. Ну и врачи в моральную поддержку оказывали постоянно. Заходили, интересовались. Как вы, что вы там. Пытались морально поддержать, пообщаться, там где-то настроение поднять. Ну, то есть хорошее отношение у них было. Через две недели снова сдал анализы. Коронавирус не выявили. Михаил признается. До последнего надеялся на лучшее. Спасибо медперсоналу за то, что оказали моральную поддержку. За то, что не давали падать духом. Постоянно приходили, настроение поднимали. И за то, что жертвовали вообще собой. Целую смену проходить в таком защитном снаряжении. То есть не каждый человек сможет. Страшилке по телевизору положительный тест. У Ирины Кокориной шок стал первой реакцией на происходящее. История борьбы с коварной инфекцией для нее началась в середине апреля. В понедельник у меня была подработка. Я приехала на работу. И в конце смены нам пришли результаты. Три человека. Двое больных с пневмонией. На следующий день вызвали скорую. И хоть болезнь протекала бессимптомно, ни одышки, ни кашля, ни жара. Женщину тут же отвезли в инфекционную больницу. В палате находились еще два пациента. Все в средствах индивидуальной защиты. Встретили нас в приемном покое. Посмотрели. Померили температуру, давление, КГ. Все случилось сразу после дня рождения, вспоминает Ирина. Больше всего за именинницу переживали родные. Ежедневно звонил, что все нормально, все нормально. И все. Несколько раз в день. Перед выпиской медики провели еще два теста. Оба дали отрицательный результат. Последние данные пришли 3 мая. Женщина вернулась в строй аккурат к дню Великой Победы. Хочется еще поздравить оставшихся ветеранов, которые защищали. И я думаю, что они победили. И мы должны победить. Две совершенно разные истории. Тем не менее, герои сошлись во мнении. Нет ничего невозможного. И болезнь можно одолеть. Максим Кембель, Максим Галеонко. Итоги недели. Тем временем в Бобруське ввели доп. меры по профилактике коронавируса. Общепиты клубам, караоке и казино запретили работать с 11 вечера до 8 утра. В час пика общественный транспорт будет ходить чаще. Цель избежать столпотворений. На спортивных соревнованиях зрители рассадят минимум на полтора метра друг от друга. Перед входом на трибуну измерят температуру. Между тем, по предписанию Минздрава ограничена торговля вдоль дорог. Продавцы на рынках должны работать в масках и держать при себе антисептик. Покупатели иметь возможность обработать руки. Власти проследят, чтобы аптеки бесперебойно снабжались средствами защиты, противовирусными и жаропонижающими препаратами. Подробный список мер доступен на сайте Боберлайф. Уж замуж не втерпешь. В городе ограничили проведение свадьб. Бракосочетание рекомендовано перенести на более благоприятный период. Работники вентиндустрии отмечают, молодожены и так не спешат проводить церемонию в конце весны. В этом году число бракосочетаний и вовсе стремится к нулю. Мария Бушкевич разузнала, когда идти под венец. Новоиспеченные супруги Буйвилла познакомились в гостях общих друзей. Молодые люди сразу приглянулись друг к другу. Предложение будущий жених делал осознанно, с кольцом и планами на будущее. Но свадьбу пришлось играть с оглядкой на пандемию. К белоснежному платью и фате добавился еще один аксессуар – кружевная маска. Наш новый месяц проходит на самоизоляции. Сидим дома. Сидим дома и занимаемся ремонтом нашей кухни мечты. Список приглашенных гостей свели к минимуму. Из 32 вычеркнули 14. Всем раздали стилизованные маски. Наш дом обрабатывался. Все протиралось антисептиками. И соблюдались меры предосторожности. Проветривалось помещение. Обрабатывались бутылки, обрабатывались напитки, соки. Обычно пятый месяц молодожены недолюбливают. Не хотят всю жизнь маяться. Этой весной звуки марша Мендельсона стали звучать еще реже. Свадьбы онлайн – альтернатива привычным торжествам. Удаленный формат празднования – тренд во всем мире. Друзья, давайте встретим главную пару нашего вечера, которым ничего не помешало, пусть даже в таком скромном формате, провести свою свадьбу. Вахиты Лиля – наши молодожены! Тем временем в Бобруйске рекомендовано отказаться от массовых мероприятий и отложить свадьбу. Ранее об этих ограничениях заявил Минздрав. То есть расписываться можно, но осторожно. Ограничения в том плане, чтобы перенести на более благоприятный период вот эти все мероприятия, вот эти все торжества. Либо те объекты, которые будут все-таки же осуществлять, чтобы было организовано проведение термометрии посещающих, проведение дополнительных дезинфекционных мероприятий. Пока в городе сочетаются узами брака лишь одна-две пары в неделю. Крикнуть горько и выпустить в небо голубей можно будет чуть позже. А лучше и вовсе проверить чувство времени. Как говорится, и в горе, и в радости. В Бобруйском ЗАГСе тишина. Жители города подошли к вопросам бракосочетания с ответственностью. Пышные свадьбы не проводят, гостей приглашают минимум. Некоторые перенесли дату торжества. Мария Бушкевич, Владимир Гребеневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Греция намерена создать безопасный коридор для путешествий. Предложение на неделю прозвучало из уст премьер-министра страны во время телеконференции с лидерами Чехии, Дании, Австрии, Израиля, Норвегии и Сингапура. Политики обсудили стратегию восстановления экономики, открытия школ и поддержку бизнеса после выхода из пандемии. Тем временем остальная Европа сворачивает карантин. В Исландии заявили о ликвидации вспышки COVID-19. Грузия летом откроет границы для иностранцев. В Сербии отменяется комендантский час и режим ЧП. Следующего этапа локдауна ждут и в итальянской Сицилии. Десять европейских стран подставили плечо дальнему континенту. Гуманитарную помощь впервые доставили в Африку. На борту французского лайнера 8 тонн груза и квалифицированный персонал. В старом свете эпидемия идет на спад. Запланированы рейсы в Южный Судан и Буркина-Фасо. Там медпомощи нуждается едва ли не каждый второй. В целом там очень слабая система здравоохранения, так что ключевое значение приобретает информирование населения. Нам, как и всем гуманитарным работникам, социальным работникам, необходимо иметь возможность добираться до населенных пунктов, объяснять людям, что делать, как защититься. В Германии смягчают меры изоляции. Ранее об этом заявила Ангела Меркель. Вскоре все магазины без исключения заработают в штатном режиме. Люди смогут беспрепятственно появляться на улице. Футбольный чемпионат возобновится. Правда, болельщиков на трибуны не пустят. Уже функционируют музеи, открытые выставки и школы. Ситуация развивается в позитивном ключе. Количество случаев заражения коронавирусом заметно снизилось. Тем не менее, обстановка может вновь обостриться, поэтому экстренные меры будут восстановлены в тех регионах, где появятся новые вирусные очаги. В Австралии также объявили план поэтапной отмены карантина. Нидерланды уже с 1 июня откроют концертные залы, кинотеатры и рестораны. А Финляндия – границы для трудовых мигрантов. Грузия ждет туристов в июле. Сербия отменяет комендантский час и режим ЧАЭС. И все же Всемирная организация здравоохранения призывает снимать ограничения осторожно на планете 4 миллиона заразившихся коронавирусом. К 2030 году более 5 миллиардов человек будут лишены доступа к основным медицинским услугам. Это почва для новой эпидемии. Поэтому всегда остается риск возврата к карантину, если страны не будут отменять ограничения, просчитывая каждый шаг. В Москве режим самоизоляции продлили до конца мая. С 12 числа маски и перчатки носить на улицах Белокаменной должен каждый. С 12 числа разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий. Не части строительных предприятий, как сейчас, а всех строительных предприятий. Это дает возможность полумиллиона москвичей получить полноценную работу. В тем временем в Беларуси плазму крови сдали уже 60 доноров. Благодаря этому спасли 15 пациентов. Медики получили первые доплаты за работу в условиях пандемии. Максимальная сумма – 4 тысячи рублей. По ряду регионов мы уже видим снижение заболеваемости. В некоторых выход на плато. Думаю, что снижение там будет в ближайшее время. Где-то видим рост количества заболевших, но он в рамках прогнозных показателей. Бобруйск продолжает поддерживать героев в белых халатах. По словам главного врача, ситуация под контролем. Поводов для паники нет. Мария Бересневич, Андрей Богдан. Итоги недели. Голливуд в облаках. НАСА задумала грандиозный проект. Аналогов ему не было ни на земле, ни в небе. Ведомство намерено снять фильм в открытом космосе. Актерово-съемочную группу отправят прямо на МКС. Далее обзор самых обсуждаемых мировых новостей. Слово Кристине Арианс. В Великобритании память павших воинов почтили минуты молчания. В ритуале участвовали принц Чарльз, его супруга, а также премьер-министр Борис Джонсон. Вечером к нации обратилась королева. В честь 75-й годовщины над Лондоном пролетела пилотажная группа военно-воздушных сил. Канцлер Германии Ангела Меркель отправилась к мемориалу памяти жертв войны и насилия в Берлине. Власти Китая запретили строить небоскребы, чтобы улучшить городской пейзаж. Теперь в стране нельзя возводить здание выше 500 метров. Но в документе от профильного ведомства все же есть лазейка. Сверхвысокие строения появиться все же могут, но с пометкой в особых обстоятельствах. Новые дома должны, цитата, представлять китайскую специфику и укреплять культурную уверенность в себе. Копировать уже существующие постройки нельзя. В проектах обратят внимание на практичность, экономичность, экологичность и красоту. Раньше в КНР, напомню, отказались от странных зданий. Крупнейший сервис – краткосрочная аренда жилья на грани фола. Airbnb сокращает 25% штата. Рабочие места вынуждены покинуть почти 2000 человек. На фоне массового карантина компания переживает тяжелые времена. Люди сидят дома и сайт, как и вся туриндустрия, в глубоком кризисе. Чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, онлайн-площадка приостановила инвестиции в отели и жилье класса «Люкс». В компании сосредоточиться на развитии той части бизнеса, которая связана с размещением путешественников в обычных апартаментах. В Иерусалиме для туристов открыли стену плача. При этом власти установили правила для посещения святыни. На площади могут присутствовать максимум 300 человек. При этом все должны быть в масках и держать дистанцию. На входе желающим помолиться измерят температуру, а также попросят оставить контакты для связи. Если еврей на протяжении 30 дней не был на храмовой горе, то он должен разорвать одежду и произнести слова в знак скорби о храме. В Инстаграме запретили хэштег «Море». Все публикации с ним теперь недоступны для просмотра. Разработчики объяснили, почему ключевое слово попало в черный список. Соцсеть скрывает фото, которые могут мотивировать людей на поведение, которое может причинить вред или даже привести к смерти. Решение связано с режимом самоизоляции и желанием предостеречь людей от желания поехать на отдых. Правда, под запретом оказался только русскоязычный вариант хэштега. НАСА снимет фильм в открытом космосе. Главным персонажем станет Том Круз. В организации уверили, картина не будет продолжением франшизы «Миссия невыполнима». Илон Маск, который предоставит космические корабли, обещает, это будет весело. Том Круз станет первым актером, который проведет съемки фильма на Международной космической станции. Вот не знаю, зачем будет наблюдать интереснее – за съемками в открытом космосе или готовым фильмом. У меня все. Спасибо, моя коллега Кристина Ариян с обзором громких новостей из-за рубежа. Такими уходящиеся мне увидели корреспонденты Бабруск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Новая неделя, новые итоги.